Шум брачи. Вичкевик съел гад. С этих слов приветствия началась первая часть программы, где выступили фольклорные ансамбли. Погрузили зрителя в национальную культуру как юные артисты, так и профессиональные коллективы. Посетители смогли проникнуться всем многозвучием мордовского культурного наследия. От песен и плясок до поэзии. После концертной программы приступили к самому диктанту. Писали все, от мала до велика. Так как население Мордовии представляют две народности, Мокша и Эрзи, текст переводился на эти два языка. В Ульяновской области диктант написали в 17 районах, а по всей России участие приняли 10 субъектов страны. После аттестации участникам выдадут сертификаты с оценками. Оператором мероприятия выступил Институт развития образования, который с особым вниманием занимается направлением метно-культурной деятельности. Наши педагоги поддерживают сохранение изучения родной культуры, родных языков, совершенствование методического мастерства педагогов, которые работают в образовательных организациях. Нина Милешина, учитель русского языка и литературы в общеобразовательной школе, свои корни не утратила. Являясь еще и преподавателем мордовской культуры, прививает маленький Мокши и Эрзи родные традиции. Я надеюсь, ей-богу надеюсь, с вами вместе народ сохранить. Я надеюсь, ей-богу надеюсь, что язык мой останется жить. 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника, поэтому и текст диктанта выбран не случайно. Он посвящен педагогам Республики Мордовия. Количество участников с каждым годом увеличивается в разы. И это не может не радовать. Ведь если жив язык, жива культура, жив и народ.